Начиная с 19 века, профессионалы-лингвисты, такие как Боб, Кун, Цейс, Барроу, наконец, значит, в 20 веке Мэйе, Венвинист, они все считали, что существовала некая единая, ну, как все, значит, индоевропейская общность языковая, которая примерно к рубежу 3-4 тысячелетия до нашей эры, нам придется оперировать очень большими датами, она разделилась на две группы, и в одной из этих групп находилась Германа, Балта, Славяна, Инда, Ирана, Армяна, Греческая общность. То есть вот эти потом языковые семьи, распавшиеся в это время, представляли собой единый некий лингвистический массив. Для того, чтобы не быть голословной, я просто приведу вам вот этих авторов. Повторяю, Боб, Кун, Пот, Мэйе, Хирт, Анц стояли на позиции более близкого балтославяна индоиранского родства. То, что прародина индоиранцев или ариев находилась в высоких северных широтах, об этом писал выдающийся французский исследователь 18 века академик Жан Сильвен Баи в своих письмах к Вольтеру, которые у нас, к сожалению, были опубликованы только в начале 21 века. Повторяю, в 18 веке он это писал. Об этом же говорил Уоррен, первый ректор Бостонского университета. Его книга «Найденный рай или жизнь человечества у Северного полюса», изданная в 1885 году и выдержившая 10 изданий в 19 веке, у нас была опубликована и переведена на русский язык в 2001 году. Хотя бы так. Да. Ну вот, и книга Тилака «Арктическая родина в Ведах», которая была издана в Бомбее в 1903 году, у нас в 2002 году была издана и переведена на русский язык. Так что, сами понимаете, это очень все интересно. Дело в том, что и Боб, и Кун, и Цейс считали связи между болтославянским и индоиранским древними и достаточно тесными. То есть, я читаю уже самих лингвистов. Амрие, Хирт, Арнс и Барроу вообще стояли на позиции более близкого болтославянско-индоиранского родства. Бернштейн в своем проспекте «Очерк о сравнительной грамматике славянских языков» пишет, «Во введение будет охарактеризовано современное состояние славяно-иранской проблемы, указаны главнейшие черты, свидетельствующие о древних генетических связях славянских и иранских языков». Горнунг, это уже наш исследователь, отмечал сходство языковых форм в славянском, ведийском, древнегреческом, преимущественно гомеровском и отчасти древнеармянском языках. Грантовский, наш исследователь, в своей ранней истории иранских племен передней Азии писал, «Особые связи арийского в пределах индоевропейского отмечаются в основном в двух направлениях – в сторону славянского и балтийского, и в сторону греческого, а также армянского. О близком родстве арийского и славянского с балтийским или без него писали еще исследователи XIX века». И далее он подчеркивает, что различные исследователи и те, что обычно соглашаются с определенной степенью родства или связей славянского с арийским, и сторонники преимущественно арийско-славянской или арийско-балтославянской близости относят контакты предшественников славян и болтов и предков-арьев еще к эпохе окончательно не распавшейся индоевропейской общности, а в абсолютных датах весьма раннему периоду. Но вот Наталья Романовна Гусева «Царствие небесное» рассказывала, как в начале 60-х годов к нам в Москву приехал крупнейший индийский санскритолог Дурга Прасад Шастрин. Ну и она, ее муж Святослав Игоревич Потобенко должны были отвезти их в подмосковную деревню для того, чтобы познакомиться с бытом, как говорится, русских крестьян. Они приехали не в самое удачное время в одну из семей, с которой была договоренность, ибо там расходились молодые муж-жена. А поскольку у каждого домов был свой дом, был дом, в который отселялся бывший муж, был дом для его матери, и дом, в который уезжала сноха с детьми. Естественно, здесь, значит, оказались такие чисто лингвистические проблемы. Дурга Прасад Шастрин прекрасно знал английский язык, как это положено в Индии, и, естественно, санскрит. Наталья Романовна санскрит, английский и русский, а бабушка и ее родственники, естественно, только русский язык. Когда они вошли к ним в дом в Исбу, значит, он спросил, чей это дом на английском языке. Наталья Романовна спросила у бабушки, чей дом. Бабушка ответила, это наш дом. Тогда у Дурги Прасад Шастрин глаза стали 8 на 12, и он спросил, на каком языке она ответила вам. Гусева перевела ей текст. На русском? Какой русский? Это чистый санскрит. Это наш дам. Да нет, она не знает санскрит, это русский язык. Следующим номером программы был вопрос, когда вышла на улицу, а это чей дом, в который селялся, значит, муж. Бабка отвечает, это дом сына. А теперь она на каком языке ответила? Как на русском? Как на русском? Это санскрит. Это дам суну. Она как-то странно сказала сыну. Суну? А это чей дом? Куда отселялась сноха? А это дом снохи. И тут у него ножки подкосились, и он сел на травку. Потому что на санскрите это будет звучать. Это дам снухи. И потом, оказавшись в Москве, он через две недели отказался от переводчика и сказал, что если бы наш великий грамматист VI века до нашей веры, Панини, оказался в Москве XX века, он был бы потрясен тем, что язык его времени здесь оказался сохраненным таким чудесным образом. И когда милая девушка в московской гостинице, подавая мне ключи, сказала, что это номер 234, а на санскрите это будет звучать как двусанта тридашна чатвари, то я понял одну простую вещь. И об этой простой вещи он заявил на международной конференции лингвистов в Валахабаде. Когда он сказал, если бы меня спросили, какие два языка наиболее близки из всех языков мира, я не задумываясь бы ответил, русский и санскрит. Но вся прелесть заключается еще и в том, что северно-русский язык сохранил огромное количество диалектных форм, абсолютно идентичных классическому санскриту. Ну, санскрит – это святой язык. То есть это уже кодификация языка жречества. А что мы с вами имеем в северно-русском? А мы имеем мы следующее. Вот я вам привожу примеры. То есть вы прекрасно понимаете, что ни на Вологодскую, ни на Архангельскую землю индусы не приходили и свой язык туда не приносили. Так ведь? И еще сто лет назад, это просто показатель, Валерий Брюсов, потомок первых королей шотландских, короля Роберта Брюса, наш великий поэт русский, писал следующий текст. «Не надо обманчивых грез, не надо красивых утопий, но рок поднимает вопрос, мы кто в этой старой Европе? Случайные гости, орда, пришедшая с каме и соби, что яростью дышит всегда, все губит в бессмысленной злобе. Иль мы тот великий народ, чье имя не будет забыто, чья речь и поныне поет, созвучно с напевом санскрита». Итак, северно-русские диалекты. «Одина ненасытный, прожорливый, жадный, она такая, одина, придет, все сожрет, никому ничего не оставит. От санскрит есть – поглощать. Один питающийся, поедающийся. Одина веселый, неунылый, сытый». Похоже? «Орвина» – у нас северно-русская «дратва для починки обуви». Помните, валенки, валенки, не подшиты старинки. «Орван» – бегущий, спешащий, быстрый на санскрите. «Акулька» – неаккуратная, неопрятная у нас. «Акулина» – неблагородный, неаккуратный, неродовитый. «Аркать» – кричать, издавать громкие звуки у нас. «Арк» – петь, произносить гимн. «Бат» – может быть, возможно, вероятно, кстати. Я, бат, завтра к тебе зайду. «Бат» – поистине, возможно, на санскрите. «Бурада» – у нас корзина. «Буруда» – в санскрите корзинщик. «Бус» – копоть, грязь. «Буса» – сыро, пасмурно. «Бусы» – дымчато-серый, «бусая кошка». «Бусинец» – мелкий, моросящий дождь. «Буселы» – плесневелые, испорченные продукты. «Бусеть» – плесневеть, гнить и «бусель» – плесень. На санскрите «буса» – пар, угар, туман, отбросы, нечистоты. «Варака» – у нас недотёпа, неудачник, неумелый, неряха. В санскрите «варака» – бедный, жалкий, неудачник. «Варахоба» – у нас неповоротливая, неуклужая, грязнуля свинья. «Варахак» – кабан-свинья на санскрите. «Варя» – лицо у нас. «Вара» – ограниченное, замкнутое пространство, круг. «Варахоба» – крик, шум у нас. «Вирка» – шумный, скрипучий. «Варава» – крик, шум на санскрите. «Варава» – там, «Варава» – здесь. Да? «Гать» – дорога через болото. «Гата» – дорога, движение, «Гати» – путь на санскрите. «Гуня» – верхняя одежда, нижняя рубашка, «Гуньё» – бельё, старая одежда у нас. «Гуна» – нить, волокно на санскрите. «Гунуть» – сказать. Слово «гунуть» не могли. «Гу» – звучать на санскрите. «Дивья» – легко, хорошо, прекрасно, повезло у нас. «Дивья» – ей в норке ходить, мужик так и деньги зарабатывает. «Дивья» – удивительный, прекрасный, чудесный, великолепный, небесный на санскрите. «Душина» – дурной запах, душной козёл, помните? У Бажова. «Душить» – издавать неприятный запах. «Душана» – на санскрите «порча», «душти» – порча разложения и гниения, душа загрязняющий, портящий, воняющий. «Етистый» – какой сарафан «Етистый»! яркий, переливающийся, прекрасный. «Ето» – пёстрый, переливающийся, яркий на санскрите. Достаточно? Получается, что мы бы вряд ли смогли сохранить его лучше за столько времени, за столько тысячи лет, чем это сделали?» Да, но дело-то всё в том, что это диалектные формы, понимаете? Если у нас до сих пор есть слово «папин» диалектное, «злодей, безнравственный негодяй», то «папин» – «злодей, безнравственный негодяй» и в санскрите. Если у нас пакши – это руки, не для твоих пакш, или крылья боровой птицы, то там тоже пакша – это крыло, перо и боковая сторона тела, то есть руки. У нас простава или проставка – это вышитая или вытканная орнаментальная полоса, которая украшает одежду, полотенца, подзоры простыней, то у них простава – это хвалебная песнь, это священный гимн. Понимаете? Если у нас сорга – это кусок бересты, который перевязывает косу-горбушу очень архаическую, то есть то, что управляет движением, то там это просто управляющие движением. У нас есть Харовский район в Вологодской области. Харовский. Где хара, вообще диалектная, это золотистый, песок, светлый. Есть слово харатья русское, то есть белоснежный, сверкающий. Хара. Вы знаете, что такое? Хари Кришна, Хари, Хари. Ага, хара – это золотой, золотистый, сверкающий, небесный, божественный и так далее. То есть таких слов я не лингвист. Просто в диалектных словарях нашла больше сорока. А если будут этим заниматься лингвисты? Я уже не говорю о названиях наших рек, которые переводятся чисто с санскрита. В этом же, конечно, можно говорить, что там есть река, допустим, суда, а мы не знаем, что это такое. Но суда на санскрите значит щедрая. Отсюда наш с вами судак, то есть щедрая рыба. Понимаете? Есть река Двина, о которой еще в 16 веке писали, что она двойная. Наша река Сухана, буквально на санскрите значит «легко преодолимая». Сухана. Юга, сливающаяся. Да, они сливаются. И так далее, и тому подобное. Есть река Кубина. Обычно, когда начинают иммологизировать это из финно-угорских языков, то получается полная чушь. Ну так Пинега, например, маленькая речка. Конечно, 800 километров и 2 километра в разливе очень сложно назвать, но с большим юмором, ее маленькой речкой. Но есть санскритское слово «пинга», что значит «красно-бурая». И она действительно протекает вот в таких вот красно-бурых песках. И там рядом с ней, ну вот в лужах просто видно, когда пройдет дождь, как кровь. Она красная становится, поэтому понятно все. А исток ее носит название Кайласа. Да, да, река Кайласа. И причем река Кайласа протекает по местности, которая называется Аллака. А бог богатства Кубера как раз и имеет свой дворец на Аллаке и называется Аллакой. И таких названий масса у нас в Карелии есть гора Гандамадана и озеро Гандамадана. А Ганхамадана – это место, где находится Шива. И, кстати, там же текут три реки рядом. Шива-ручей, Падма, а это одно из имен Парвати, и Ганеша-ручей. Нормально? И так далее, и тому подобное. То есть таких вещей очень много. Почему, в общем-то, один из крупнейших санскритологов 50-х годов, он преподавал у нас в Ленинградском университете, Рахула Санскритьяна. Так он ввел в научный оборот вообще такой термин – индо-славы, которым стараются не пользоваться. Ну что вы, ну вы понимаете, говорить о русской истории тысячелетней – это смешно. Не принято. Ну это смешно. Мы обычно говорим – вот, пришли к нам византийцы, пришло христианство, слезли наши предки с дерева, у них отвалились хвосты, и они начали писать иконы и пользоваться золотой смальтой. Ну, в Киевской Софии золотая смальта, не привезенная из Византии, а своя собственная, произведенная здесь. понимаете, наши иконы, они отличаются несколько от византийских икон. Наши иконописцы, которые вдруг неожиданно выскочили в таком количестве, Андрей Рублев, Дионисий, он дочь у меня, художник, она скажет, они прекрасно знали анатомию, великолепно, потому что такой стилизации современные художники не могут добиться. Это надо весь костяк знать. И так далее, и тому подобное. Так что санскрит и русский язык, да, но только русский язык, условно говоря, изначален по отношению к санскриту. Потому что русские, повторяю, не славяне, а русские, особенно северно-русские, это тот фундамент, на котором выросло потом это самое индоевропейское древо. Ибо северно-русы, которые сохранили вот эти вот диалекты, сохранили название рек и массу еще вещей, которые говорят об архаике, на основе которых можно восстанавливать, реконструировать, дешифровать даже древнегреческие мифы и древнеегипетские мифы. И так далее, и тому подобное. Это потомки того самого, еще не дифференцированного, индоевропейского населения, которое никуда отсюда не уходило. А уходить у них не было. Никакой абсолютно необходимости. Здесь не было войн на севере. И вот это вот осознание того, что это нечто странное, оно осталось ведь до 17 века у западноевропейцев. Вы посмотрите на карты. Отсюда недавно увезли из Русского географического общества наши теперешние руководители. У нас... В Москву. У нас же президентом Русского географического общества по совместительству является министр обороны Сергей Кожгердович Шойгу, а председателем Победительского совета Владимир Владимирович Путин. Ну вот. И там у вас было открыто, не помню, то ли в музее Востоковедния, то ли где, огромная экспозиция карт. Так вот, западноевропейские карты до 17 века очень четко дифференцировали территорию нашей с вами Родины. До 60-58 градуса от севера идет Руссия-Альба или Белая Русь. А дальше Московия, а дальше Подолия и так далее и тому подобное. То есть это не одно и то же. Вот наша замечательная столица нашей Родины, Москва, как писал в свое время крупнейший наших нолок Зеленин, тоже очень интересная судьба, человек восточнославянскую этнографию не мог издать в России, плюнул на это дело и в 28-м году издал ее на немецком языке в Мюнхене. Чтобы в 92-м году ее в конце концов перевели на русский, издали у нас. Ну, это замечательно, правда ведь? Нет пророка в своем. Ну да, кроме как в доме своем и в отечестве. Нет пророка без чести, кроме как в доме своем и в отечестве своем. Уже если быть точными. Так вот, вот Зеленин говорил о том, что существует два русских народа, северно-русский и южно-русский. Они достаточно сильно отличаются друг от друга. Но вот это вот промежуточное звено, центрально-русские, или Москва и Московское княжество, они как бы слили, объединили вот эти две группы, и получилось нечто усредненное. То, что мы сегодня тоже называем русскими. Но северно-русы действительно очень сильно отличаются от южно-русов и системой домостроительства, и массой других вещей. И что самое парадоксальное, в свое время мне приходилось заниматься топой гидронимии Украины. И меня поразило, что западная Украина, вот западанцы, которые так не любят москвалей, так их сейчас люто ненавидят, они оказались настоящими русскими. Потому что выяснили антропологи, на рубеже пятого-шестого тысячелетия до нашей эры сменилось население Украины. И вместо населения, которое представляло собой так называемый средиземноморский и альпийский круглоголовый тип, появилось так называемое нордическое население. Вы оба как раз относитесь к этому типу. Светловолосые, светлоглазые, длинные черепа, так называемые, белокожие, то есть тот тип, который, как считают антропологи, сложился во время последнего валдайского оледенения на территории североевропейской части нашей страны. Ну, за счет физико-географических показателей, за счет магнитных силовых линий, которые проходят через наше тело, за счет того, что нужно от яркого солнца, которое 18-20 часов в день, защищать радужку глаз, поэтому глаза светлые, потому что под белой кожей быстрее накапливаются витамины, витамин С в частности, поэтому и грацильность, тонкокосность, и высокий рост, и выступающие носовые кости, которые вообще для северно-русов характерны, чтобы воздух прогревался, и светлые волосы, которые тоньше, чем черные волосы, все это так называемый нордический тип. И вот этот нордический тип, который из палеолита хоронил своих покойников вытянутыми на спине, в отличие от предыдущих, назовем их древними украми, которые в скорченном состоянии хоронили своих покойников. Так вот, на рубеже V-VI века меняется полностью все. Меняется антропологический тип и меняется обряд захоронения. И что самое парадоксальное, вот наши северно-русские речки, их название, совершенно четко укладываются на территорию Югославии, которые сами себя называли россияне или россияне или рошане. И на территорию Прикарпатска, запарк цикарпатских областей Украины, где по Богу, Днестру, Пруту все эти притоки и так далее носят совершенно такие же названия. Если у нас есть печенга, то и там она есть. Если у нас есть лежа, то и там она есть. Если у нас есть печенга, то и там она есть. И так далее, и так далее, и так далее. То есть более 170 названий рек в основном коррелируются в Западной Украине. Это Шитомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская область, Закарпатская. Те самые, которые... Да, да, да. И то есть это настолько все смешно, кажется, если бы не было так грустно. В свое время наш крупнейший топонемист Владимир Андреевич Никонов, царствие ему небесное, потомок бояр Никоновых, уже ему было под 80, стоял в коридоре Института антропологии и этнографии имени Миклуха Маклаев, у нас в Москве, на Дмитрия Ульянова, и прыгал, как кузнечик, говорил, у вас что там, сохранилась доледниковая топонемия? У вас что там, сохранилась доледниковая топонемия? Потому что это было вообще невероятно. То есть, да, действительно, северно-русские речки, озера, берешь санскрит, и все становится ясно, почему она так названа. У нас в Волго-Окском Междуречье вот топонемист выясняют отношения. Скажите, пожалуйста, а почему это, значит, ну, что это за название такое? Дурдура. А оказывается, на санскрите это значит лягушка. То есть, лягушачья река. Ну, я вам просто приведу примеры, далеко, чтобы не ходить, вот, и долго, чтобы не распространяться, и так достаточно много времени, посвятила ответу на этот вот вопрос первый. Да? Название речек близких к Москве и вам вполне возможно хорошо известных. Где они у нас тут? Наверное, все-таки в конце. Сейчас быстренько найду. Ах ты же, господи, ты бог. Вот. Итак. вот они. Волга, Окская Междуречье. Ну, это, сами понимаете, где они находятся, да? И значит, у нас с вами получается следующее. Есть Махабхарата, древний индийский эпос, древнеарийский эпос, потому что там такие глубины времени, и мы можем там столько найти названий, которые у нас на территории нашей родины, что говорится, мама не горюй. Но самое это интересное, что это приводится на, ну, если на наших, конечно, с коррелировать с нашими временными рамками, на 3 150 год до нашей эры. Не слабо? Название рек или крениц, которым следует ходить, чтобы им поклониться. Вот вам креница в Махабхарате и река в Паочье. Агастья креница, Агашка река, Акша креница, Акша река. Дальше уже будет так. Апага, Апака, Арчика, Арчиков, Асита, Асарта, Ахалья, Ахаленка, Вадава, Ват, Вамана, Вамна, Ванша, Ванша, Вараха, Варах, Варадана, Варадуна, Кавери, Каверка, Кидара, Кидра, Кубджа, Кубджа, Кумара, Кумаревка, Кушика, Кушка, Мануша, Манушинский, Париплава, Плава, Плакша, Плакса, Озеро Рама, Озеро Рама, Сита, Сить, Сома, Сомь, Сутирха – Сутирки, Тушни – Тушина, Урваши – Урвановский, Ушанас – Ушанец, Шанхини – Шанкини, Шона – Шана, Шива – Шивская, Якшини – Якшина. Не думал, что Тушина – да. Нормально? Один в один. Нормально, да? Согласно Махабхарати, к югу от священного леса Камьяка текла в Емуну, а Емуна – это Ака, река Провени, то есть пра-река с озером Годовари. Ну, года – это название, вара – это круг. Сегодня к югу от Владимирских лесов течет в Аку река Пра и лежит озеро Гоч. Махабхарати рассказывает, как мудрецка Ушика во время засухи обводнил реку Пару, переименованную за это в его честь. Но далее сообщает, что неблагодарные местные жители все равно называют реку Парой и течет она с югу в Емуну Аку. И что же до сих пор течет в Аку река Пара и так же, как и много тысяч лет назад, называют его местные жители. Нормально? В описании к линице 5000-летней давности говорится, например, о реке Панди, текущей недалеко от Вороны, притока Синдху. А Синдху – это Дон. Причем на карте Птолемии он так и назван. Но река Панди сегодня впадает в крупнейший приток Дона, реку Ворону. Описывая путь паломников, Махабхарата сообщает, вот Джала и Упа Джала в Емуну впадающие реки. Если ныне текущие рядом реки Джала, это река просто на санскрите, и Упа Джала, то есть Упа река, это река Джала, Таруса. Вам, наверное, не безызвестно. И река Упа, впадающая рядом в Аку. И именно в Махабхарате впервые упоминают текущую на запад верховьях Ганги, то есть Волги, реку Садонапру, Великий Донапр или Днепр. Ну и как? Ну что? Убедительно, я должен сказать. То есть, понимаете, вот о чем я вам говорю, что мы должны иметь фундамент железобетонный, монолитный, гранитный, для того, чтобы не просто разводить руками и говорить, ах, вы знаете, а я думаю, а мне кажется, а вот-вот в каких-то священных преданиях об этом говорится. В каких преданиях? Всегда надо, в общем-то, базироваться на специалистах. Если мы говорим о климате, значит, это палеоклиматологи. Если мы говорим о антропологии, значит, это палеоантропологи. Если мы говорим о лингвистике, значит, это палеолингвистика. И так далее, и тому подобное. И тогда уже не будет смешно. Мне говорили, что кто-то из наших этих самых кембридских профессоров, прочтя одну из моих статей по орнаменту, сказал, что да, Жарникова сделала реконструкцию орнамента, безупречный анализ. А гиперборея все равно была в Англии. Но я могу все что угодно, понимаете, сказать по поводу несчастной гипербореи, уж затюканной, потому что этот термин наша наука не любит безумно. Хотя, если перевести на русский язык, это просто выше Борея, выше Норд-Оста, над Норд-Остом. Ну да, у нас вся территория до 60-го градуса северной широты от Белого и Баренцева моря находится выше продвижения Норд-Оста, потому что Норд-Ост формируется зимой в Карском море, проходит через Карские ворота, окибает западную оконечность Урала и выходит на русскую равнину и дальше там во все стороны, как говорится. Но за пределы северных увалов, то есть древние зоны широтных поднятий, это приполярный Урал, северные увалы, там Харовская гряда, Авника, горы Карелии, Кольского полуострова, вот это вот то, что они называли хребтами миру, не заходит. И поэтому там тихо всегда зимой, даже если 50 градусов мороза. И ничего криминального нет. Но сами-то, извините меня, авторы той же самой Махабхараты, которую называют Пятой Ведой, и говорят, что если на одну чашу весов положить все четыре Веды, там, Риг-Веду, Адхарва-Веда, Само-Веда, Джур-Веда, а на другую Махабхарату она перевесит. Это Веда для народа. И она сохранила память вообще бесчетного количества тысячелетий. Так там вполне четко говорится о том, что вот-вот здесь вот находится наша родина, вот-вот эти вот двипы, острова так называемые, на которых они изначально жили. Ну, пардон, вам любой геоморфолог скажет, что во время Микулинского или Валдайского оледенения, это 130-70 тысяч лет тому назад, весь наш север по существу представлял собой северо-восточноевропейский архипелаг. То есть это были острова. Да, действительно, это так. Сколько? 130 тысяч лет? От 130 до 70. Это было последнее, было Микулинское, так называемое, межледниковье, когда среднелетние температуры на этих широтах были на 8 градусов выше, чем сейчас. Сейчас у нас на сколько? На полтора градуса поднялся, по-моему, всего лишь на все. Ну вот, а это было на 8 градусов выше. А зимние на 12. А вы представьте себе. И климатологи говорят, здесь климат был в северных широтах, такой же, как на юге Франции и на севере Испании. Но с одной существенной разницей. Длинный летний световой день. 18-20 часов. То есть перло все из земли. Будет здоров. Если сейчас серый гусь, откладывающий в дельте Волги на месяц раньше яйца, чем в дельте Северной Двины, ставит своих птенцов на крыло одновременно, то это свидетельствует только об одном. Вот этот вот рассеянный ультрафиолет способствует более быстрому развитию всей органики. Вполне логично. Ну вот. Вот мы коснулись родства русского и санскрита. Тем не менее, есть родство, опять же говоришь, гиперборея, Англия. Есть некоторые похожие сходства английского. Я не знаю, насколько плотно. Вы прокорректируете. Где больше сходства? Конечно, в русском. Конечно, в русском. Есть много нюансов, понимаете. И даже есть один смешной нюанс у того же самого Михаила Николаевича Задорнова, когда он говорит, о, бриты. Это их брили, побриты. А вы знаете, вообще вполне логично. Молодые люди, когда они вступали в определенный возраст, а вы знаете, что мальчики вообще неуправляемы бывают иногда во время, так сказать, полового созревания, и зачастую ведут себя асоциально. Так вот тех, которые вели себя совершенно безобразно, им не оставляли чудью. Есть такое понятие чудья, то есть чуб, оселедец вот этот вот самый. Им не оставляли, их брили наголо и ссылали куда-нибудь подальше. Вот как англичане своих каторжников в Австралию. Вполне возможно, что Британия, которая была в последней Ледникове, вся закрыта Ледником, и стала тем местом, куда их отправляли. Потому что в английском языке есть масса таких интересных слов, когда ты их читаешь, то умиляешься, понимаете. Лак – это что у нас, ступня? Но мы с вами легаемся, не так ли? Беби. Да, мы читаем по-английски беби. А если мы почтем, как в остальных индоевропейских языках, получится бабий. Ну, ребенок-то он вообще-то бабий. Продукт. Так или иначе? Не так. Страв бери, земляника. Бери с травы, парень. Учись собирать ягоды. И так далее, и тому подобное. Йорк-шир, Девон-шир. Ширь. Откуда этот термин? Да, конечно, их там достаточно много. Понимаете, очень много. Но нет вот этих вот… Один к одному. Один к одному, который у нас в северно-русских диалектах. Просто чистый санскрит. Просто чистый санскрит. Мы в 93-м году вместе с большой группой индийских фольклористов, которыми руководили две очаровательные женщины, Дарвини, дарящие свет, Восанта, весна, шли под Вологды до Великого Устюга. И вот мы дошли до Быков, а там этот обрывистый берег 80 метров, и весь прослоен. Красные полосы, чёрные, белые. Ну, то есть всю структуру можно от кембрия посмотреть. И все разбежались, переводчик убежал. Нам сказали, что в группе нет ни одного человека, знающего русский язык. Ну, это же не идиот, сами понимаете. В такой группе, где руководит ей жена одного из мультимиллиардеров, владельца корпорации Тата, Дарвини Мехри, что там нет ни одного человека, знающего русский язык. Мы, конечно, не очень сильно в это верили. Нас сопровождала полковник в КГБ тогда ещё, ну, 93-й год. Куча там было наших этих самых экологов. Вот бегает мадам Мехри, Мехра, по берегу, размахивает руками, потом схватила одного из своих коллег, Раджива, стал его вот так вот трясти. И он подбежал к одному из наших экологов и говорит ему, ну, мы не знаем, почему он так ему сказал, коллега, на чистом русском языке, коллега, посмотрите на эти полосатые берега, они описаны в наших священных книгах, которым уже больше пяти тысяч лет. Мы думали, это легенда, вот они перед нами, как размазанные пальцем притирания, сверковали полосы, карминокрасные, чёрные, белые, золотые. Потом нам сказали, эта дама, которая нас сопровождала, что Раджив закончил школу Интеллижент Сервис и является профессиональным разведчиком. Так вот, что? Наши люди. Да, что нужно было испытать профессиональному разведчику, чтобы вот так вот раскрыться и в группе, не знающие русского языка, заговорить на чистом русском языке. Ну, наверное, такой же шок, как и у Дурга Прасад Шастринь. Вполне, в общем-то, по-людски понятно. Ну, понятно. Мы удивлялись, когда они, едучи с нами в автобусе, повторяли без акцента песню какую-то нашу популярную, я уже не помню, пели. Они совершенно без акцента пели вместе с нашими «Тополя-тополя» в Великом Устьюге. А вы же должны это знать, что когда студент заканчивает Ильяс и его отправляют в Индию, это проклятие для него, потому что его английский, сами понимаете, будет индийским. У нас артикуляция. Немножко другая. Потому что смешение с народом, который жил на территории Западной Европы до рубежа третьего-четвертого тысячелетия до нашей эры, который называют капсийским и считают, что остатки его это баски и наши с вами грузины, то есть, это другой был язык. И что индоевропейцы, придя туда на рубеже третьего-четвертого тысячелетия, только в это время, они практически уничтожили местное население, и даже от топонимии, гидронимии осталось немного там, рона, гарона, по, все остальное смели. Ну вот, немецкий эпос, посмотрите, кто там, сокровища чьи? Ни белунгов, ни белых. Есть памятник восьмого века, который называется баварским географом, то ли конец восьмого, то ли начало девятого. И там, причем, это сакский памятник. И один из крупнейших исследователей, ну, собственно говоря, руководитель археологической службы Германии, Херман, он, изучая этот памятник, говорит, что там написано в саксском памятнике, а саксы – пришельцы с территории Восточной Европы, к слову сказать, что в саксском памятнике пишется «Рюси, форнсдерен, люди, фрезити», что переводится буквально «Русы – древнейшие люди, изначальные, руководящие, живущие на своей земле». Прямо открытым текстом? Да. То есть форнсдерен, люди, фрезити, причем термин «люди» они использовали как греко-люди. И был такой автор Лаупрант, который говорит, что мы называем их по местопроживанию на берегах северных морей нордманами, а греки по их внешнему облику «руси» или «русос», то есть «светлые», потому что во всех индоевропейских языках «руса» значит «светлый», «просветленный». Ну что ж, теперь мало у кого, наверное, из наших зрителей осталось сомнений, что русский язык и как следствие, и как причина, и вся культура, и вообще цивилизация, да, она имеет не одну тысячу лет истории, и тем не менее, что, в общем-то, подтверждается многочисленными примерами и родственными словами санскрита, тем не менее, принято считать в учебниках написано, да, что вот там Рюрик, там Кирилл Мефодий и понеслось. Вот, то есть, очевидно, что у нас какое-то вот несоответствие с тем, что мы сейчас видим с вами и то, что написано в учебнике. Я открываю, я открываю для вас вот эту книгу «Егор Классен». Егор Классен, как сообщает преамбула, преподаватель, автор научно-образовательных книг и ученых пособий, российский дворянин по происхождению немец, русский поданный с 1836 года. Эта книга была написана в 1854 году и издана. Преамбулой ее является слова Зубницкого. «Многие писали историю России, но как она несовершенна? Сколько событий необъясненных, сколько упущенных, сколько искаженных. Большей частью один списывал у другого, никто не хотел рыться в источниках, потому что изыскание сопряжено с большой утратой времени и трудом. Переписчики старались только о том, чтобы блеснуть в витиеватости, смелостью лжи и даже дерзостью клеветы на своих прадцев». И что же пишет нам Егор Классен? «Русская история начата с того периода, когда Русь представляла огромное звено, сильный народ, заселявший собой уже несколько сот тысяч квадратных верст, богатые торговлей и промышленностью, разделенные на два главных государства, кроме нескольких малых, из которых одно южное или киевское, гроза для Византии, осиротела, лишивших справителей, а другое северное или новгородское, отжив века республики, подверглась уже обыкновенным ее следствием, то есть всеобщему разъединению и совершенному разладу в делах управления и для спасения своей самобытности, бросилась в объятия монархической власти, призвав к себе правителя, князя из соплеменного себе народа. Тут уже нет мифологического лица, поставленного родначальником народа, нет сказочных исполинов с волшебным оружием, нет волчицы воспитательницы, не поставлен в праоце Юпитер или Плутон, или какое-нибудь земноводное чудовище. Нить русской истории начинается с того периода, когда Россия представляет собой уже огромное политическое тело, свидетельствующее как своей огромностью, так и своим разладом, что оно существовало уже за много веков до этого периода. Егор Классен, 1800, повторяю, 54 год. Какой народ жил в то время в нынешней Северной России, когда скандинавы называли его Гардарик, то есть государство из городов состоящее? Мы знаем, что гард значит город, гарда – города, рик – царство. Скандинавия самая же отмечает, что это Русланд, то есть земля русов. Что же удивляло скандинавов, когда они бывали в Русландии? Множество городов и укреплений, то есть то, чего не было у них самих, или не доставало им, ибо если бы у них было столько же городов, как в Резландии, зачем давать ей эпическое название Гардарик? Следовательно, когда Скандинавия не имела еще городов, или имела, но весьма мало, то Россия обиловала ими уже через меру, чем заслужило в глазах название царства, состоящего из городов. И Скандинавы приводят четыре тысячи городов нашей с вами родины. Да, четыре тысячи. Так это шестой век, скандинавские саги. Какой Рюрик? Ребята, о чем мы говорим? Если в истории гетов говорится, что все эти германцы, как из, ну, называем вещи своими именами, как из Вульва Нациум, вышли с этого острова Сканда в 1549 году до Рождества Христова и разлились как море по всей территории Западной Европы. А среди германских племен мы вдруг встречаем огромное племя Вагане, а где течет река Вага? Сухане, а где течет река Сухана? Дайте, это само название, а Дайте называли Печору, Данавы, Дану, это тоже река рядом находящаяся. Кто куда пришел? Да. Ну, давайте называть вещи своими именами. У нас с вами, я вас еще не очень утомила, мальчики, у нас с вами наверняка был предок в Палеолите, так ведь? Должен быть. Иначе бы мы с вами сейчас здесь не сидели и не общались, верно? Мы только цепочка, вот эта живая цепочка, идущая сквозь времена, как в песне пелось, времен моей молодости. Значит, получается, что и в Палеолите где-то наши предки жили. Но я вас уверяю, это были не обезьяны, которые в Африке по непонятным мне причинам вдруг с деревьев, где им было безопасно, слезли в саванну, хвост у них отвалился, и они пошли там болтаться среди львов, змей, гиены и так далее и тому подобное. Нет. Так далеко я не полезу. На 3 миллиона, на 5 миллионов, хотя не знаю, что здесь было. Но возьмите вы элементарно вот этот временной отрезок, 130, 70 тысяч лет тому назад. Антропологи считают, что уже 70 тысяч лет тому назад человеческие коллективы вышли на побережье Арктических морей Европы. Это крупнейший наш антрополог, царствие ему небесное, Валерий Павлович Алексеев и его жена Татьяна Ивановна Алексеева. Вот, 80-е годы. Официальные данные. Да. Возьмите том, палеолит из двадцатитомника издающегося, вернее, издававшегося нашим издательством наука под эгидой Института археологии, когда им руководил Борис Александрович Рыбаков. Великий наш, гениальный ученый. Гениальный ученый. Что бы о нем сейчас ни говорили, вот в списке 100 наиболее цитируемых наших гуманитариев, ученых, он стоит на седьмом месте. Так вот, вот, пожалуйста, палеолитчики отвечают за каждое свое слово. Они говорят, что уже 50 тысяч лет тому назад в Мустье был заселен весь север Европы. Причем на север Европы шли не намады, не охотники, блуждающие, а люди, ведшие сложное домашнее хозяйство, строившие долговременные жилища, делавшие запасы продуктов и имеющие высокую культуру. если сейчас наша костенковская культура на Дону считается древнейшими поселениями европеоидного человека в Европе, и не случайно Турхи-Ирдал ездил на Дон, а Костенки, это село, которое недалеко от Воронежа находится, далеко находится еще один такой поселок Адрамка, а Махабхара рассказывает о шестом тысячелетии, когда был город Аджамитха, в котором правил один из царей, изгнанных в свое время с его родной территорией. Ну, вы видели, какие речки у нас, какие у них названия? Плюс ко всему прочему, если на этих Костенках в свое время Ефименко нашел дом площадью 240 квадратных метров, остатки дома, в котором было 8 очагов, которые обогревали этот дом, как голландки, калориферой, то есть за счет пепла, золы, когда там начинали разжигать, то все быстро прогревался, этот пепел и зола, он хранил тепло. Это 32-е тысячелетие до нас с вами. Это самое заниженное лет. Да, потому что сейчас уже говорят о 45 тысячах лет, а геологи говорят о 280-и. То есть археологи так, геологи так. Ну, они когда-то скорректируют все это хозяйство, но дело в том, что на территории Восточной Европы на уровне хотя бы 50 тысяч лет находят зернотерки, которыми пользовались для того, чтобы раздирать зерно. То есть речь идет о протоземледелии. А чем они могли, что они могли собирать? А оказывается, у нас с вами был еще один период. Вот началось валдайская или осташковская, или как в Европе его называют рисвюрмское оледенение, оледенела вся Англия. Карпатский, перенейский, альпийский ледник, они как подкову зажали вот эту центральную Европу, и за исключением юга Франции, севера Испании, то есть перенейского полуострова, все остальное представляло собой арктическую тундру с березовым редколесьем. А на территории нашей с вами Родины что происходило? А у нас начиная от Карпат до Средней Печоры идут леса, в которые даже включаются широколиственные, то есть дуб и вяз. И огромные луговые злаковые степи, в которых естественно растут эндемики этих широт. То есть те растения длинного светового дня по академику Льву Семеновичу Бергу, которым нужно для того, чтобы они нормально существовали, 18 20 часов непрямого солнечного облучения и обилия влаги в почве. А такие условия южнее 56 градуса просто отсутствуют. А это рожь, ячмень, овес, пшеница, лен. Да. И они естественно росли в этих луговых злаковых степях, потому что в Канинской тундре, где уж две тысячи лет никто ничего не высаживает, не высеивает. Академик Лепехин, ученик Ломоносова, нашел дикую рожь. Вавилов не нашел предковых форм в Передней Азии, а здесь она нашлась. Иди, телен. И в середине 19 века в Архангельске на выставке сельскохозяйственных произведений, как сообщает Штокенберг, один из наших статистиков того времени, были показаны колосья и торжи, зерна обмолоченные, мука из него и хлеб испеченный. Я попробовал. Я бы тоже с удовольствием понимаешь, потому что вот вам, пожалуйста, когда задаешь египтологам вопрос, вот скажите, пожалуйста, как так получается? Вот Жан Сильвен Баи, вот он пишет в своих письмах Вольтеру, что египтяне называют свою землю таким, так земля, земля кем. Это греки их называли Египтус, значит, поморье. Откуда они пришли? Ну, они говорят, что они пришли из-под полярной звезды, с острова в Ледовом море. Асирис-ра умирают на 40 дней и воскресает, когда, вы думали, 22 декабря. где такие явления могут быть? Баи в 18 веке пишет. Это 68 градус, это район Мурманска, русская Лапландия. И когда спрашиваешь, скажите, пожалуйста, а почему вот Египет и передняя Азия стали очагами земледелия? Смотрите, какой махонький кусочек, где они брали зерновой материал? И самое умилительное, где они брали лен? У нас в моей альмаматор Академии художеств был известный преподаватель Верко Борисовна Блэк, ученица милиции Эдуардовны Матье, это один из крупнейших наших египтологов. И вот по окончании института через 11 лет я оказалась здесь и задала ей вопрос парадоксальный, откуда египтяне брали лен? Если льняные бинты используются там, и весон, льняная одежда, которую носят высшие знать, сказала, ну как, выращивали, как они могли выращивать в Египте лен, если он там не растет. Как не растет? Я говорю, не растет. Лен долгунец не может там расти по своим характеристикам никак. Так а где они его брали? Я говорю, ну где-то брали, значит. Да что ж, привозили, что ли? Я говорю, ну получается так. Потому что если мы с вами посмотрим на три пирамиды Хуфу-Хафу и Менкаура, то они по своим параметрам и по расстояниям повторяют три звезды пояса Ориона. А Орион это, извините меня, приполярное созвездие. Персей древнекреческий, он где находится? Вот он рядом. Посмотрите древнее иудейскую книгу Исаии. Бог творит на севере под полярной звездой и вокруг него страшное великолепие. Я не знаю, кто-то в Англии видел полярное сияние и полярную звезду высоко над головой. Я думаю, что нет. А характеристики гипербореи именно об этом говорят. Что там звезды ходят по кругу вокруг полярной звезды. И вот арктическая родина в ведах Тилак именно об этом говорит. Я уже не говорю о том, что древнейший список адхарваведы, который был найден в середине XIX века, был вообще-то относится к XVI веку и был написан на березе. И в Индии до сей поры отмечаются такие факты, что брак в высших кастах у брахманов не считается законным, пока запись о нем не будет сделана на березе. А береста не является породой, береза не является породообразующей на территории Индостана. Это нужно подняться на 3000 с лишним метров в Гималайи, ободрать там березу Жакмона или березу полезную, а потом он написать, что молодоженов перед первой брачной ночью до сих пор в Индии окуривают березовой веточкой горящей, и молодой, выводя свою любезную также перед первой брачной ночью на улицу, спрашивает у нее, ты видишь высоко над головой Тхруу, это полярная звезда, она поднимает голову и говорит, да, так будь так же стойкая и нерушима, значит, верна, как она. Но обычно, когда об этом говоришь на лекциях, мужики смеются, говорят, вот, начинают врать уже перед первой брачной ночью, а что еще бедолаге остается делать, если традиция обязывает ее отвечать да, она не может видеть эту полярную звезду, или семь риши, семь звезд, большой медведицы, высоко над головой, они низко над горизонтом на территории Индостана, но те места, откуда они пришли, там было так. Традиция великая. Традиция великая вещь, да. Очевидно, в общем, не будем сейчас спекулировать, сколько именно обрезан, но очевидно, что сильно. И вот интересует, когда могло произойти вот это обрезание истории, да, и насколько наши предки, тот же Классен, или там Пушкин, или там Ломоносов, или идем еще дальше, насколько они были ближе к истинной информации, да, когда вот это вот, собственно, ножнички у нас появились. Ну, я думаю, что эти ножнички появились тогда, когда все наши летописцы, они, как правило, монахи, ринулись в греческую традицию, и все, что было, это не мои слова, а слова Егора Классена, и все, что было присуще их предкам, отринули просто-напросто. Ну, я не знаю, вы это, я надеюсь, вырежете, но наш патриарх Кирилл, который говорит, что вот Кирилл и Мефодий создали нашу азбуку, и пришли они к славянам, а это люди второго сорта, почти звери, и так далее, и тому подобное, и прочую чушь, понимаете? А Жан Сильвен Баи пишет, что север заселил всю Европу, и что с севера пришли все знания, и греки, тщеславные во всем, что касается истории, тем не менее проговариваются, что да, вот эти северные варвары и были их предками. Если надо отсечь традицию, назвать ее языческой, то ее и отсекали с предпринятием другой религиозной системы. Я больше чем уверена, что наши иерархи церкви достаточно хорошо знают традицию и прекрасно понимают, что да, православие намного больше тысяч лет, чем христианство, потому что само по себе и православие, и та религиозная система, которая существовала до того, она философичней, она жестче, и она ближе к современным представлениям о структуре мироздания. Если в Упанишадах говорится о том, что в Махапхарате, в ее первой книге Адипарве, и там дальше, в лесной книге, говорится о том, что в начале была мысль Творца, и по этой мысли, озвученной им, то есть мысль, превращенная в звук, это слово, по слову его появилось некое яйцо, в котором подлинным светом, вездесущим, неприходящим, из которого все выходит и в который все возвращается, был вечный Брахмо, оно, и у него было только одно свойство, звук, а потом появляется движение или ветер, у которого уже два свойства, звучание и касание, то есть инерция, а из них рождается третье или свет, у которого уже три свойства, звучание, касание и образ. И если звуков первоначальных, семь, семь звуков и аккорд, то и цвет тоже коррелируется с ним семью цветами спектра. Понимаете, и у света, собственно, появляется самое главное свойство, образ. И свет, будучи светом, с одной стороны принадлежит миру образов абсолютных или прави, и с другой стороны миру физическому или яви, где, трансформируясь, видоизменяясь, он ткет материю. Отсюда простава – это тканная полоса со сложным геометрическим орнаментом, несущим свой смысл. И простава – это священная песня, гимн в санскрите. Понимаете? И в 12-м еще веке в поучениях против язычества, что отмечает Борис Александрович Рыбаков в своем «Язычестве древних славян», говорилось о том, что русские язычники в первый день недели, в воскресенье, поклоняются свету, не солнцу, утверждая, что солнце только вещь света, то есть вещественное воплощение света, а другому свету, изначальному, изобразив его в образе жены, вот она на шабаке не стоит, со всадниками по сторонам или с птицами, значит, считают его началом всех начал. Но самое это замечательное, что шакти, то есть сила творческая Брахмы, это женское начало. И лебедь на водах это огонь. Огонь или свет это лебедь на водах. Ну вот вам и ответ. Александр Сергеевич Пушкин в 20 лет написал Руслана и Людмилу, которые архаичнее Ромаины в некоторых своих проявлениях и абсолютно идентично в своем сюжете. получил соответствующее воспитание и соответствующее знание. Любую сказку Пушкина вы можете разложить вот так вот. Спящая царевна и семь богатырей, где семь звезд большой медведицы, у которых богиня зари вечерний ушас проводит ночь в твердыне на горе. Сказку о рыбаке и рыбке, где щука в наших заговорах золотая рыба и щука это мудрец, который плывет по млечному пути и обращаясь к которому можно получить все в тварном мире, но за пределами физического мира получить ничего нельзя. И поэтому старуха получает все, что хочет. А когда она хочет стать богиней, то есть стать бессмертной, это она получить не может. И та же самая сказка о золотом петушке. То есть все в принципе можно прочесть. Да любую нашу волшебную сказку с позиции вот этих вот древнеарийских текстов можно легко разобрать и понять. И тогда мы с вами поймем, что Кощей бессмертный совсем не гадина, а Кощяпа мудрец, сын Брахмы. Поэтому ничего удивительного, что у него дочь Василиса Премудрая. Василиса это царица в переводе с греческого, а Премудрая это владычица мудрости или владычица красоты Василиса прекрасная. И что то, что сделал Иван царевич, когда спалил ее лягушечью шкуру, потому что жабой или лягушкой называют женщину первых лет брака, пока она не родит ребенка. И вот здесь ее помещают, эту самую роженицу или вот тут на голове. То есть вот это рожающее начало, которое должно стимулировать родовую функцию женщины. некое высшее женское начало. Но он спалил ее шкуру, она уже не может в женской ипостаси здесь находиться. Она улетает лебедью. А лебедь это кто? Это огонь на водах. И она дочка щей бессмертного. Так что Иван царевич просто разрушает нашу вселенную. И там стабильно все отмечено. Он сундук берет. И в панишадах тех же самых говорится, что сундук это вот вся вселенная, где небо это крышка, а дно это земля. В ней находится кто? Заяц. А заяц это символ луны, то есть того, что отражает, фаллический символ. А как фаллический символ? Мы с вами взрослые люди, извините меня, передается информация каким образом? Семенем. Так ведь? И причем эта информация огромное количество, сотни миллионов, а выбирается какая-то одна программа при зачатии. Так ведь? Это элементарно программное обеспечение. И там об этом говорится. Что души, которые приходят на месяц, которые соответствуют зайцу, а у нас с вами на пениге до сих пор жених ударят льняного зайца. И масса там нюансов таких, что в общем-то души, которые должны спуститься сюда еще, все, не выполнили. Они приходят дождем или росой или семенем. Вот вам заяц. Затем утка. А утка, гусь, лебедь, это вот эта вот самая световая субстанция. А в ней яйцо. А в яйце игла. А у панишады говорят, что разворачивается вселенная из точки. Ну так а что получается тогда? Если разворачивается данная вселенная из точки, то как мы с вами разворачивание этой вселенной представим? Мы ее представим в виде конуса. А это та же самая игла. Обломил кончик иглы, значит все, прекратилось развертывание данного физического мира. И где он там встретится со своей Василисой, с какой Василисой, мы уже не знаем. То есть наши хитрые предки, ты его гонишь дверь, она лезет в окно. Так и тут наши хитрые предки в сказках хранили тот информационный код, который был еще до введения христианства. То есть вот эта информация, сакральная информация о том, как построена вселенная, как надо жить, что ты должен делать в этом мире, она осталась. Почему еще в 15-16-17 веке на исповеди спрашивали, не сказывал ли если сказок, не пел ли песен небесовских, не гудел ли в гусли. Можно было обрабатывать именно это детство. Да, да, потому что вот, когда мы начинаем, был такой французский маркиз сын Эвтель Ведер в начале 20-го века, который говорил о санскрите, языке патриархов северного полюса, матери наших и их интеллектов, имея ввиду индусов и индоевропейцев. И он поклонялся русской культуре, потому что, да, он говорил именно о приполярных широтах, на которых родилась белая раса, он читал. так вот, он просто брал расшифровки, ну, общался с прахманами уже, как говорится, высших стадий посвящения, и он просто брал вот эти вот самые звуковые кусочки и говорил о том, что каждый из них значит. И когда мы стали у нас в нашем международном клубе ученых заниматься дешифровкой элементарных, банальных, детских, колыбельных, там баю-баю-байеньки, прибегали зайки, там лю-лю-лю-лю-лю-лю-люшки и так далее и тому подобное, у нас получились такие тексты, от которых мы обалдели. То есть там идет просто вот такая чистая риторика. Будь честным, будь искренним, поклоняйся небесному закону, ты ему подчинен, ты связан со всем, с землей, с водой, там, с животными, тут часть этого мироздания, будь достойным и так далее и тому подобное. Мы поем детям песни. На каком уровне они его воспринимают? Это уже другой вопрос. Знаете, это уже на уровне эзотерики где-то идет. Но то, что жрец, певец, исполнитель в одном и том же лице, и поэтому к ним, к этим волхвам относились, и к гудению на гуслях и так далее и тому подобное, надо, в общем-то, видеть стремление уничтожить, вот уничтожить эту память во что бы то ни стало. Потому что, если народ ощущает глубину своей исторической памяти, он не памятим. Вот вам, пожалуйста, история иудеи. Я иногда тоже начинаю смеяться, говорю, слушайте, ребята, откуда, из какого Египта бежали? Из того или из этого, который кемский? Потому что так называемая карта Меркатора, но она вообще-то к Меркатору не имеет отношения, вот там с Северным полюсом, где четыре реки. Не имеет отношения к Меркатору, потому что Меркатор умер в 16 веке. А там номенклатура названий Будзонова залива 17 века. Меркатор не знал, как англичанин назовут Будзонова залива, реки и так далее. Но, тем не менее, там действительно карта хорошая и очень старая, но только это карта нашего с вами Кольского полуострова с четырьмя реками текухими, со всеми вытекающими последствиями. Так вот, вот это вот кемь, земля кемь, да, или Египтус, а море тоже. И подумайте сами, как можно в Синайской пустыне сорок лет болтаться? Сложно? При желании ну можно, но задача сложная, откровенная. А по нашим степям? Луговым, злаковым? Можно? Сорок лет? Можно. Как можно перейти Красное море, если это рифт глубиной в три километра? Так? И потом на три километра нужно подняться. Но до XVIII века наше с вами Черное море называлось Черным или Красным. Черное море, прекрасным. и у ирландцев, пришедших с северного побережья Черного моря на территорию Ирландии, в их эпосе, именно оно так и называется, Красное море, а у Красного моря, а прошли они через Камышовый залив, а Камышовыми заливами до сих пор называют залив Севаш и Сасик, который можно пройти во время отлива. И земля, текущая медом и маслом, это Крым. Куда я сейчас? Есть данные, что направляется. Да, так что вот так вот. Вот такие вот дела. Казалось бы, лингвистика, лингвистика, и куда заводит. Да, лингвистика заводит в хорошей дебри. Вот, и поэтому, когда у нас начинает там антисемитизм, слушайте, угомонитесь ради Бога. Это практически, ну, кто-то кешкиназы. Голубоглазые, рыжие люди. С вот такими же длинными лицами. Ну, ну, сохранили, да, они сохранили в значительной мере вот этот вот древний религиозный код. Бог не изобразил. Да, конечно, Бог не изобразил. Мне приходилось общаться с архиепископом Великоустюгским и Вологодским, царствием небесным, Михаилом Николаевичем Удьюгином, который говорил, да, новозаветная троица запрещена. То есть, Бога Отца изображать нельзя. Вот, когда мы с вами видим, там сидит Бог Отец, у него на руках сидит тридцатилетний, тридцатилетний фоном. Свет. Да, это свет. И поэтому, когда говорят, что иконописцы там не умели писать, они не знали. Реальные перспективы это полная чушь и абсолютная глупость. Потому что наш мир изображается в реальной перспективе, где есть точка схода на горизонте, и поэтому все сокращается. А тот мир, это мы, точка схода. Он расширяется в бесконечность. И мы увидеть его конца не можем, потому что там свет. А что в этом свете, это нам еще предстоит узнать каждому в свое время. Ну что, я удовлетворила ваше любопытство? Вполне. Но есть еще моменты, которые я хотела прояснить. Вот вам, как эксперту, наверняка имеете мнение по поводу Велесовой книги. Дело в том, что сейчас идут различные споры, как раз сейчас собирается экспертиза, а вот там да, нет, какие-то аргументы за, против, вы не что-то добавили. Да. Это аутентичный памятник и никакая не подделка. В нем есть такие материалы, которых не знали ни этнографы 19-го, ни 18-го, ни 20-го века. В частности, там называются четыре главных праздника года. Это Каледа, Яра, Красная гора и Овсень, Большой и Малый. Так вот, Каледа – это наши с вами зимние святки, Яра – это наша с вами Купальская, Купальский цикл, а Красная гора, Красная горка – это Фомино Воскресенье, извините, сейчас. И никакого отношения к древней Красной горе не имеет, потому что все праздники связаны с двумя солнцестояниями зимним и летним и с двумя равноденствиями весенним и осенним. У нас с вами Масленица в древности длилась месяц и начиналась с 21-го февраля и заканчивалась в ночь с 21-го на 22-е марта. И именно это время было посвящено Красной горе праматери или тещи, что на санскрите значит все. Он, она, они, оно. Все это вместе определяется термином тещи. Кому вы ездите на блины? К тещи, а не к тещи и к тестью. И в Архангельской области еще до 50-х годов 20-го века невеста-сирота выходила на распутье трех дорог и обращалась к своей матери. Моя красная Краси-горка. То есть праматерь. Никто до того, как вашей покорной слуге пришлось разбираться с этими праздниками, никогда Масленицу Красной горой не называл. А Велесова книга ее так называет. Это одна из важных доказательных таких вот точек. То есть придумать это не в 19-м, не в 18-м, тем более в 20-м веке не могли. Можно было или знать, или не знать. А дальше там пусть лингвисты разбираются, топонемейсты, там много чего может быть. Это, конечно, не очень архаический памятник, скажем так. Это может быть раннее-раннее средневековье, где-то, рубеж эпох. Но, тем не менее, это аутентичный памятник. Ну что ж, вполне понятно, я таких аргументов, откровенно говоря, не слышал. То есть я больше ведет лингвистический анализ такой. Ну вот уже в разговоре с вами по телефону вы говорили, что упоминали о том, что термин вообще корень рус, он настолько древен, что упоминает свои Махабхарати. Конечно. Конечно. В Махабхарати на севере Европы, на побережье вот этих наших с вами морей северных находится страна раса Тала. Раса это название страны. Тала это земля. То есть земля раса. Раса во всех индоевропейских языках руса. значит светлый, ясный, проясненный. Есть такой термин Риши. Это семь звезд большой медведицы, это семь пропредков Ариев. Но в одном из гимнафригедов говорится от земли до семи лучистых пуповина моя протянулась. То есть он мои пропредки, я значит от них происхожу. Дело в том, что Раша и Риши это одно и то же. АИ меняются. Есть такой закон лингвистики. Как нас называют англичане до сих пор? Раш. Раш, совершенно верно. Сербы сами себя называют рашане или россияне. В санскрите, в санскритско-русском словаре Кочергиной есть такой термин Русья, что значит роскошная, прекрасная. и термин Русь, да, имеет место быть в Махабхарде. То есть это по сути является таким косвенным доказательством глубокой древности этноса. Ну и тоже не для широкой публики. Был такой теоретик нациста Альфред Розенберг. Вам не безызвестный. Так вот он писал русские это очень древний народ. Ссылаясь на одного из теоретиков немецких начала 20 века. Русские очень древний народ. Такой же древний как китайцы, если даже не древней. Наверное самый древний на нашей планете. И их увлечение марксизмом и прочими глупостями происходит не от детской наивности, а от старческого маразма этноса. Любопытно это конечно не для нашей широкой публики, а то меня зюгановцы побьют и еще кто-нибудь. Фашисты, нацисты. Любопытно. Не детство, а от старческого маразма. Народ впавший в детство, короче говоря. В последнее время вообще видны некоторые перемены атмосферы, раздвиг ветров и обусловлены политическими изменениями. И если до недавнего времени все эти темы, которые мы с вами сегодня затрагивали, они были в лучшем случае под негласным табу, а в худшем случае под гонением. Сейчас как-то все начинает немножко наружу выползать, так сказать. выходить. Приходилось ли вам чувствовать это давление? Вы давно этой темой занимаетесь, и весьма профессионально, она теперь на уровне. Приходилось ли вам или вашим коллегам чувствовать это давление? Что я могу сказать? Я в 1988 году защищала первую на стране диссертацию с таким странным названием «Архаические мотивы северно-русской орнаментики к вопросу о возможных прославянско-индо-иранских параллелях». Защита длилась кандидатской диссертации больше трех с половиной часов, что само по себе ненормально. Стенограмма составляла 38 страниц. Что тоже ненормально. И тем не менее ученый совет Института антропологии и этнографии Академии наук СССР имени Микуха Маклая, находившегося тогда на Дмитрия Ульянова 19, весь проголосовал за. Как говорится, черных шаров там не было. Хотя оппонировалось все это очень бурно. Очень бурно. Но постольку, поскольку аргументы приведенные там были аргументами специалистов, антропологи, лингвисты, палеозоологи, палеоботаники и так далее и тому подобное, то все это прошло. Причем речь шла сначала даже о защите докторской. Но не решились на такую авантюру. То есть, как вы сами понимаете, это академическая наука. И в академическом институте защищается вот такая диссертация. Ну, сложилось все так, потому что в то время я жила в Вологде и особенно не взовывалась. И я как... Ну, вот лошадь проходит через пропасть на Кавказе, ей зашуривают вот так вот. Она идет, она знает, что ей нужно пройти по этому шатающемуся мостику вот туда. А какая бездна под ней? Она этого не знает. О том, какие дискуссии, какие смертоубийственные дискуссии шли по этим вопросам в академической науке, я не имела представления. Я искусствовед, по-первых. По первой специальности, как искусствовед начала изучать орнамент и обнаружила странную закономерность, что в северно-русском орнаменте сохраняются только те блоки, которые связаны в эпоху бронзы с подвижками арийских народов. То есть индо-иранские орнаменты и никаких других. И я была озадачена, я стала искать в финно-угорских орнаментах то же самое. А там этого нет? Ну так в природе не бывает. Если здесь жили финно-угры, значит, должно быть. Значит, полезла в лингвистику. А есть в русском языке вообще какие-то финно-угорские привнесения? Казалось, тоже нет. Ну хорошо, в орнаменте нет, в языке нет, а названия? Названия, оказывается, тоже вот такие вот странные. Это еще академик Соболевский где-то в 20-е годы написал, что основная мысль моей работы по поводу рек и озер европейского севера проистекает из того, что подавляющее большинство названий происходит из какого-то индоевропейского языка, который я пока до подыскания более подходящего термина именую скифским. Но решили, что академик это старческий маразм. Замяли это дело, но в 60-е годы шведский исследователь Йоханссон провел фронтальное исследование всего севера. Сказал он, да, скифская подоснова. Ну а сами-то шведы откуда появились на территории Швеции? Норвежцы и так далее. Если там был ледник, вот когда он растаял, они оттуда и пришли. И с великой светьет великий удел света, то есть наша с вами родина, в малый удел света. И там этих санскритизмов, как говорится, да дуры. То есть с одной стороны вроде бы давления этого не было, а с другой стороны, ну я бы сказала так, что я была каким-то пробным камнем, понимаете? Утопят? Не утопят. Убьют? Не убьют. Я знаю, что мою диссертацию до защиты на 3 или 4 дня увозили в переделки на Вячеславу Всеволодовичу Иванову. Нашему знаменитому лингвисту и автору двухтомника вместе с Гампрелидзе «Индоевропейский язык и индоевропейцы». Они помещают эту прародину на территории Передней Азии. А у меня в диссертации камня на камне не остается от этой концепции, потому что три четверти растений и животных, которые зафиксированы в индоевропейском, не имеют никакого отношения к Передней Азии. Ни бобров там нет, ни лосей там нет. Ну, правда, в индийском эпосе есть восьминогий зверь Шарабха, у нас есть восьминогие икони в вышивке, восьминогий зверь Шарабха, который своими трубными звуками оглашает от руки Гималаев. Ну и Бонгард Левин и Грантовский, авторы книги «От скифи до Индии», пишут, что это вообще-то лось, которого никогда в Гималаях не было. Но зато у нас на Сибири, сами понимаете, это нормальное животное, да. В Передней Азии, насколько я знаю, лоси не водятся. Бобров там тоже нет. Да, и раньше их там не было. И так далее, и тому подобное. Так что сказать, что давления нет. Но я знаю, что оно было все равно на вот эту вот тему, потому что, ну что, два года пролежала статья, статейка «Вокруг света», причем мне редактор говорил, что это вообще черт знает что. Пока, наконец, Андрей Николаевич Сахаров, замдиректора Института Российской Истории до недавнего времени, до истории СССР, сказал мне, я поддержу, но будьте осторожны. И это, опять же, для вас, мальчики, а не для широкой публики. Потому что, как он мне сказал, дочь Тодора Живкова занялась этой проблематикой. И, значит, такой вот мост Телли, София появился. Она погибла в автомобильной катастрофе, несмотря на то, что она была дочерью, Тодора Живкова. И Сахаров мне сказал, будьте осторожны. Тема опасная, смертельно опасная. Но поскольку, поскольку я жила в Вологде, а это провинция, сами понимаете, вроде бы ничего страшного не происходит. А сейчас, ну сейчас, меня уже, наверное, поздно убивают. Во-первых, я стара, а во-вторых, материал ушел. И когда мы смотрим, сколько заходит к нам на сайт Международный клуб ученых и видим, что там три с лишним миллиона посещений, то надо думать, даже если это одни и те же люди, то людей этих много. И он растет, самое главное. Я никогда не думала, что это произойдет так быстро. Я думала, где-нибудь лет 50-70 пройдет, и все-таки, значит, русские, в конце концов, начнут понимать, кто они и что они. Давление обстоятельств или... Да, 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 да. Или грудь в крестах, или голова в кустах. А голова в кустах у нас не будет. Нет, не по нашему характеру. И потом матушка Ванга в свое время сказала, что первой очистится Россия, что тогда вернется древняя религия, религия света и пойдет по всей планете, будет очищать людей и люди спасутся. Ну, сейчас ведь, посмотрите, что делается. Ведь мы не можем без конца удовлетворять свои духовные потребности. У меня была приятельница в институте, которая смеялась и говорила, это в конце 60-х годов, когда наступит коммунизм, я возьму мешок и пойду в ДЛТ удовлетворять свои духовные потребности. Дом Ленинградской торговли. Нельзя же без конца так удовлетворять свои потребности. Если мы будем жить, как мы живем сейчас, с таким потреблением, у нас через 50 лет вообще ничего не останется на планете, земле. Значит, какой-то другой должен быть путь. И, может быть, вот это вот шатание из стороны в сторону, оно что-то, в общем-то, и дало нашему народу. Я думаю, что это было три виски, которые мы успели. И потом, насколько я знаю, к Николаю Рериху действительно пришли. В 23 августа 1943 года где-то там около 10 брахманов в высшей стадии посвящения сказали, сегодня в 12 часов закончилась Кали-юга и вступает Крита-юга. А Кали-юга началась в 3102 году, когда произошла эта великая битва на Курском поле, на Курук-Жетре. И, как пишет Махабхарата, погибло больше миллиарда человек. Там такое они оружие использовали. И, я не знаю, и психотропное, и термоядерное, и черт знает что, потому что описание жутки совершенно в Махабхарате. И когда Брюсов, археолог, копал трипольскую культуру, она прекратила свое существование в начале 3-го тысячелетия, он был поражен тем, что там на уровне Триполья радиация чудовищная, несколько раз больше, чем на материке. Он решил, что там просто космический корабль разбился. Ну, а Махенджадара и Харапа, где оплавленные кирпичи, которые тоже могут быть только при термоядерном взрыве. Нам кажется, что мы такие умные, понимаете, вот первыми пришли к этому, а человечество вообще идиотизмом с вами отличается на редкость. Ведь, посмотрите, за две тысячи лет от лука, стрел и мечей мы с вами до чего дошли? Сейчас. Значит, надо где-то остановиться. И действительно, 23 августа 1943 года в 12 часов наши войска вошли в Харьков и на этом закончилась Курская битва. Ну, а если это Крита-юга, ну, вот сумерки ее и дают такой эффект, как сейчас. Я тоже достаточно позитивно смотрю в будущее. Конечно, конечно, конечно. Там, наверху, уж, наверное, не дадут очередной глупости совершиться. Все будет, как будет. И от нас будет зависеть.